Беседа седьмая о святом апостоле Павла. Знамя неземного царя, но крест Вышнего Христа, и ему предшествуют не люди, но ангелы, как в честь несомого, так и для безопасности несущего. В самом деле, если устрояющим собственную жизнь и не делающим ничего для общества от Господа всем дарованы ангелы-хранители, как некто говорит, ангел, который меня избавляет от юности моей, Бытие 48.16, то гораздо более тем, которым верена Вселенная и которые носят такое бремя даров, присущи Высшие Силы. У людей мирских удостоившиеся вышеуказанной чести облекаются в одежде, надевают на шею золотое украшение и во всех отношениях бывают блистательными, а этот, облегшись оковами вместо золота, несет крест. Этот испытывает гонение, этот терпит бичевание и голод, но не скорби возлюбленных, это украшение гораздо лучше и блистательнее того, и угодно Богу, почему Павел, нося его, и не утомлялся. Подлинно удивительно, что с узами, бичеваниями и ранами он был славнее носящих пурпур и диодему, а что он был славнее, и что эти слова не пустой звук, это доказывали его одежды. Если бы ты наложил на больного тысячу диодем и столько же парфир, то не мог бы прекратить ни малейшей доли пламени, а его полотенца, приложенные к телам страждущих, прогоняли всякую болезнь. Это естественно, если разбойники, видя то знамя, не осмеливаются приступить, но убегают без оглядки, то тем больше болезни и бесы, видя это знамение, обращаются в бегство. Носил же его Павел не с тем, чтобы только самому одному нести его, но чтобы всех сделать такими же и научить нести его. Поэтому он и говорил, подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас, селепийцем 3.17. И еще, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, селепийцем 4.9. И еще, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, селепийцем 1.29. Достоинства настоящей жизни тогда имеют большую важность, когда они соединяются только в одном человеке, а в отношении к духовным бывает напротив. Тогда особенно блестят эти почести, когда многие делают соучастниками достоинства, когда участвующий не один, но многие вместе с ним пользуются одним и тем же. Вот ты видишь, что все христиане знаменосцы, и каждый носит имя Христово пред народами и царями, а Павел из беду гигены, из беду мучения. Но последнее он не сказал, потому что все не могли вынести этого. Видишь ли, какой добродетели способно наше естество? Почтение человека нет ничего, хотя он и остается смертным. В самом деле, на что мог бы ты указать мне больше Его? На что равное? Каким ангелам и архангелам не равен тот, кто сказал такое изречение? Если он, находясь в смертном и тленном теле, отдавал за Христа все, что было у него, и даже чего не было, отдавал же он и настоящее, и будущее, и высоту, и глубину, и иную тварь, то если бы он был бестелесен по естеству, чего не сказал бы он, чего не сделал бы? Так и ангелам я удивляюсь, потому что они удостоились такой чести, а не потому, что они бестелесны. И дьявол ведь бестелесен и невидим, однако он несчастнее всех, так как оскорбил Создателя, Бога. Отсюда и людей мы называем несчастными не тогда, когда видим их облеченными телом, но когда они пользуются им ненадлежащим образом. И Павел был облечен телом. Отчего же он стал таким? И сам от себя, и от Бога, и потому от Бога, что сам от себя, так как Бог нелицеприятен. Если же скажешь, как возможно подражать таким мужам, то послушай, что говорит он. Подражайте мне, как и я, Христу. 1 Коринфянам 11.1 Он был подражателем Христу, а ты не можешь и подобно себе рабу. Он соревновал Господу, а ты не можешь и подобному себе служителю. Какое же ты будешь иметь оправдание? А как, скажешь, он подражал Христу? Это можешь видеть с самого начала, иступление его в христианскую церковь. Он из священных вод крещения вышел с таким пламенем, что не ожидал в себе учителя, не ожидал Петра, не ходил к Якову, ни к кому-нибудь другому. Но движимый ревностью так воспламенил своей проповедью город, что против него поднялась жестокая война. Когда он был еще иудеем, то делал больше своего звания, связывая христиан, отводя в темницы, выводя преднарод. Так и Моисей, не быв еще никем поставлен, защищал своих единоплеменников от несправедливости иноплеменников. Это знак мужественной души и благородного сердца, не могущего безмолвно переносить несчастье других. Хотя бы никто не поставлял на то, а что Моисей справедливо стремился к власти, это показал Бог, поставив его на то впоследствии, как поступил он и с Павлом. А что и последний хорошо сделал, приступив тогда к проповеди учению, это показал Бог вскоре возведший его в звание учителя. Если бы они стремились к делам для своей чести и власти и для угождения себе самим, то справедливо заслуживали бы осуждение. Но так как они возлюбили опасности и искали смерти, чтобы спасти всех других, то кто будет так жалок, чтобы обвинять их за такую ревность? А что они делали это из любви к спасению погибающих? Это показало и определение Божие, показало и погибель тех, которые нечестиво желали этой чести. Стремились некогда и другие к чести и власти, но все погибли. Одни, быв сожжены огнем, другие, быв поглощены разверзающейся землею, потому что они делали это не для руководительства другими, а по властолюбию. Покушался священодействовать и Озия, но стал прокаженным, 2 Паралипоминона 26, покушался и Симон, но был осужден и подвергся крайней опасности, деяния 8. Решился и Павел, и был увенчан не священством и почестями, но служением, трудами и опасностями. И так как он решился на этой повеликой ревности и усердию, зато он и прославляется, и с самого начала сделался знаменитым. Как поставленный начальник, если ненадлежащим образом исполняет свое дело, заслуживает большего наказания. Так тот, кто хотя не поставлен, но исправляет надлежащим образом, не говорю дело священства, но дело попечения многих, достоин всякой чести. Так и Павел, сильнейший огня, ни одного дня не провел в покое, но как только вышел из священного источника, вот, возжег в себе великий пламень и не обратил внимания ни на опасности, ни на насмешки и посрабления со стороны иудеев, ни на их неверие и ни на что другое подобное. Но получив другое зрение, зрение любви и другой разум, устремился с великою силою, как бы какой поток, не спровергая все иудейское и доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Еще не было в нем многих даров благодати, еще не был он удостоен такого духа, и однако тот сейчас стал пламенеть и делать все до пожертвования своей душою. Так он поступал во всем, точно вознаграждая за прошедшее время и старался броситься в то место битвы, которое изобиловало опасностями и страхом. Но, будучи столь смелым, стремительным и дыша огнем, он, с другой стороны, был столь кроток и послушен учителям, что не противился им при таком порыве своей ревности. Так они сказали ему, пламеневшему тогда и доходившему до исцепления, что ему должно идти в царств и кесарию, и он не противоречил. Сказали, что ему должно спуститься по стене, и он согласился. Посоветовали Астристе, и он не воспротивился. Сказали, чтобы он не выходил на зрелище, и он послушался. Так он во всем имел в виду одну пользу верующих, мир и согласие, и всегда сохранял себя для проповеди. Поэтому, когда ты слышишь, что он посылает тысяченачальнику племянника, желая избавиться от опасностей, что он требует суда Кесарева и спешит в Рим, то не думай, будто он делает это по робости. Кто воздыхал о том, что оставался в этой жизни, тот как не решился бы лучше быть со Христом. Кто презирал небо и пренеберегал ангелами для Христа, тот как мог желать бы благ настоящих. Для чего же он так поступал? Для того, чтобы продолжать проповедь и отойти отсюда с многими людьми, увенчав всех их. Подлинно он боялся, чтобы ему не отойти отсюда бедным и не достигнув спасения многих, почему и говорил. А оставаться во плоти нужнее для вас, филипийцам 1.24. Поэтому же, видя, что суд произнес выгодный для него приговор, что Ефес сказал в Деянии 26.32, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у Кесаря. И, будучи связан и ведом вместе со множеством других узников, совершивших бесчисленные злодеяния, он не стыдился быть связанным вместе с ними, но еще заботился о всех, плывших с ним, не боясь за себя и зная, что сам был в безопасности. Переплывая такое море в узах, он радовался, как будто отправляясь для получения величайшей власти. Обращение города Римлян представлялось ему немалою наградою. Между тем, он не оставлял без внимания и бывших с ним в корабле, но вразумлял и их, рассказывая бывшее ему видение, из которого они узнали, что все, плывшие с ним, спасаются ради него. Это он делал не с тем, чтобы превознести себя, но чтобы расположить их к послушанию себе. Для того и Бог попустил взволноваться морю, чтобы всячески открылась Павлова благодать, и через непослушание ему, и через послушание. Так, когда он советовал не плыть и не послушались его, то опасность дошла до крайности. Однако он и тогда не был жесток, но опять заботился о них, как отец о детях, и делал все для того, чтобы никто не погиб. Прибыв в Рим, он и там с такой укротостью возвещает истину, какую свободою заграждает уста непокорным. Впрочем, и здесь он не останавливается, но и отсюда отправляется в Испанию. Так, среди опасностей, он делался смелее, и от них становился дерзновеннее. Не только он один, но через него и ученики. Как тогда, когда они видели бы его ослабевающим и недеятельным, они, может быть, и упали бы духом. Так точно, когда видели, что он делается мужественнейшим среди опасностей и умножившихся гонений, они проповедовали с дерзновением. На это указывая, он говорил, Телепейцам 1, 14, «И большая часть из браки в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Если бы начальник бывает храбр, не только тогда, когда поражает и убивает врагов, но и когда сам получает раны, то он делает своих подчиненных смелее и притом достигает этого в большей степени тогда, когда получает раны, нежели наносит раны. Когда они видят, что он облит кровью из ранен, и однако не отступает пред врагами, но стоит мужественно, потрясает копьем, бросает его в неприятелей и не поддается страданиям, то и сами сражаются с большим рвением». То же было и с Павлом. Видя его связанным и проповедующим в темнице, подвергающимся бичеванию и обращающим бичующих, ученики его получали большее дерзновение, посему выражая это, он не сказал просто надеявшееся, но прибавил большую смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. То есть браки стали смелыми теперь больше, нежели когда я был свободен от уз. Тогда и сам он исполнялся большего рвения, потому что тогда больше нападал на врагов, усиление гонений усиливало и смелость его, и побуждало к большему дерзновению. Был он некогда заключен в темницу и так просиял, что потряс ее основание, открыл двери, обратил к себе темничного стража и едва не убедил судью, как тот говорил, «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином» Леонид 26, 28. Бросали в него также и камни, а он обратил город, бросавший в него камни, призывали его на суд, то иудеи, то афиняне, и судьи делались его учениками, противники послушными, как огонь, попавший в различные вещества, более разгорается, и от подлагаемого вещества боли усиливается, так и язык Павла. Кому бы ни обращался, привлекал их к себе, и восставшие на него, будучи уловляемы его речами, скоро делались пищею этому духовному огню, а через них проповедь опять возрастала и переходила к другим. Поэтому он и говорил, «Я в узах, но слово Божие не вяжется». 2 Тимофея 2, 9. Его гнали, но это гонение имело последствия посольства ученицелей. И что сделали бы друзья и сообщники, то самое делали враги, не позволяя ему оставаться в одной стране, а своими кознями и гонениями, припровождая всюду врача, так, чтобы все могли слушать беседу его. Опять связывали его, и еще более возбуждали его ревность, преследовали учеников, и через это посылали учителя к тем, которые не имели его, припровождали в высшее судилище, и через это доставляли пользу большему городу. Поэтому-то иудею с горестью говорили об апостолах. Что нам делать с этими людьми? Деяние 4, 16. «Чем мы стесняем, говорят они, тем самым более усиливаем». Они предали Павла темничному сражу, чтобы стеречь его тщательно, а он был еще тщательнее связан Павлом. Отправили его с узниками, чтобы он не убежал, а он научил узников, в христианском учению. Отправили его морем, чтобы поневоле совершить путь скорее. Но случившееся кораблекрушение послужило поводом к наставлению плывших вместе с ним. Угрожали бесчисленными наказаниями, чтобы заглушить проповедь. Но она еще более возрастала, и, как о Господе говорили, убьем его. Да не придут римляне и возьмут и город наш, и язык. Иоанна 11, 48. А случилось противное, так как именно потому, что убили его римляне, взяли и народ, их и город, и что считали препятствием, то сделалось пособием проповеди. Так и тогда, когда проповедовал Павел, что враги предпринимали для истребления учения, тем самым распространяли его и вознесли до неизреченной высоты. За все это возблагодарим виновника Бога, ублажим Павла, через которого это вас совершилось, и будем молиться, чтобы и нам сподобиться таких же благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего и Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом. Слава во веки веков. Аминь. Слава во веки веков.